Карикатура создана хорошая школа, школа карикатуры. А если вы вот пойдете, допустим, пешком от Воронежа до Москвы, вы нигде по пути карикатуристов не встретите, кроме как в Москве. И то там наши земляки. То есть это вообще редкие люди? Да, это редкие люди. И по профессии они, как правило, инженеры с техническим образованием, медики и архитекторы. Это вот основные три вида. А почему так сложилось? У них настолько творческая натура, выплеск эмоций куда-то на полотно, и они поэтому в этой профессии... Дело в том, что я как-то случайно зашел на курсы по ТРИЗУ. ТРИЗ, это вот решение изобретательских задач. И вдруг я понял, что я делал карикатуры, создавал, не зная этих законов. И я называю карикатурой это изобретение. Я написал даже учебник по применению вот этих приемов по ТРИЗУ. А что это за приемы? Можете подробнее о них рассказать? В чем заключается? Сейчас, допустим, я лично пропагандирую один из приемов. Это называется схема иссякавы. Вот вам нужна тема. Вот, допустим, ботинок тот же самый. Берется лист ватмана или доска, и линия такая вот проводится, и пишется ботинок. Потом мы начинаем елочку делать. Из чего состоит ботинок, да? Вот, подошва, шнурки, там, то, все и так далее. Каблук, все. Потом мы берем каблук, да? И к каблуку веточки еще делаем. Высокий, там, низкий, такой-то, там, ну, и так далее. И вот, чем больше вот этих елочек получится, тем вам легче будет сориентироваться в пространстве. То есть полную картину нарисовать? Да, полную картину. А вообще, вот что касается карикатуры, во всем мире слово карикатура означает шарж. Да? Да. А есть ли разница между шаржем и карикатурой? Вот. В русском языке нет слова карикатура. А, вот что. В общепринятом смысле. Поэтому мы карикатурой называем это. И я еще вот обращаю внимание, когда вот люди иногда подходят, узнают, что я, что я карикатурой называют, а вы не могли бы сделать на меня, на меня карикатуру. То есть, по сути дела, они просят сделать шарж. То есть, это одно и то же именно в нашем, в нашей русской культуре? Да, да. А вообще, в нашем мире это называется карпун. Это когда... Мультики. Когда это... Создается ситуация просто на бытовые темы. О нормальном человеке, с его заботами, мыслями и так далее. Вы сегодня принесли в студию очень много книг, где представлены ваши карикатуры. Покажите, пожалуйста. Конкретно ваши работы есть ли среди этих экзаменов? Вы знаете, я шучу сейчас, что я закончил факультет прикладной математики, а сейчас занимаюсь прикладной карикатурой. Вот она, моя карикатура. Вот. То есть, карикатура, она может быть и в коллаже. Вот, что я часто использую. Здесь у вас целое издание. Тут как раз ваше авторство поставлено. Что это было за издание? Вот я издал книжечку про футбол. Я просто набрал анекдоты, шуток о футболе и добавил свои карикатуры на тему футбола. И получился сборник. Я давно заметил уже, что если одни карикатуры без текста, то есть от них всегда устаешь, какие бы они ни были. Точно так же устаешь от анекдотов. Вот, если там нет, иллюстрации. Я сейчас пользуюсь большой популярностью у московских юмористов, потому что делаю иллюстрации и к одностейшим, и к четырехстейшим, и так далее. То есть они просто в восторге от нашего с ними сотрудничества. Расскажите, когда вы полюбили это направление карикатуры в 70-х годах еще и сегодня, в 23-м году, есть ли различия? Потому что я вот увидел, вот здесь как будто бы от руки нарисована карикатура, а там уже фотошоп. То есть в современном 21 веке изменилось ли ваше направление технически? Техника изменилась, конечно, очень сильно. Сейчас без фотошопа ничего не делается. И даже на первом этапе очень долго держались организаторы международных конкурсов, когда они принимали только от руки. Сделан акварель и все прочее. А это ценится сегодня? Или больше уже технически? Все уже сдались, все уже принимают. Я начал издавать вот такие вот альманахи юмора. Началось с того, что когда был такой период времени, у меня была своя типография, своя газета. Я вот издал вот такой альманах юмора. Жванецкий мне лично пожал руку и сказал, что это лучшее юмористическое издание в стране. Ваш творческий порыв как воплощается уже на бумаге? На первом этапе, вот давайте вспомним, Меделееву, которому приснилась таблица, да, я ложился спать с бумагой и с карандашом. И я ночью записывал то, что мне просто лилось. Потому что мозг работал исключительно в этом направлении. А сейчас я просто обладел некоторыми законами. И когда мне вот вы говорите тему, вы говорите, надо, то я, пожалуйста, и тут же вам делаю. Напоминаем, у нас в гостях был карикутурист Иван Танчуков. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.